Здравствуйте! В эфире программа «В фокусе» и я, ее автор и ведущий, Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам. В этом выпуске. Миссия миротворца. Три причины, почему Баку будет примерять Москву и Тбилиси. Памятники древнего Пскова спасли в Азербайджане. Главное решение бакинской сессии ЮНЕСКО. Энергетика снова начала расти. Сможет ли Азербайджан удержать нефтяные доходы? Отношения между Москвой и Тбилиси обострились до предела. Москва пытается разорить туристическую отрасль Грузии, а в ответ Владимир Путин получает оскорбление в прямом эфире грузинского телевидения. Все это стало главной темой не только для России и Грузии, но и для всех стран региона. Издание Евразия-ревью предполагает, что активное участие в погашении этого конфликта может принять Азербайджан. Он станет миротворцем между двумя странами. Азербайджан пропагандирует мультикультурализм. У него хорошая репутация миротворца. Когда в Грузии утихнут политические страсти, Ильхам Алиев попытается примирить Россию и Грузию, как он когда-то участвовал в примирении России и Турции. И вы видите, как стремительно сейчас развиваются российско-турецкие отношения. В том, что Азербайджан сможет сыграть эту примирительную роль, сомнений нет. Но зачем ему это делать? Причины тут не только гуманитарные, но и экономические. Главное из них – транспортные. Не так давно Россия собиралась присоединиться к использованию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Для Азербайджана это означает появление нового транспортного коридора, по которому можно вести торговлю с Россией. Кроме того, через Азербайджан могли проходить торговые потоки из Турции в Россию. Разумеется, с использованием грузинской территории. Но вот теперь Грузия может заблокировать меморандум о развитии железнодорожных перевозок в рамках Баку-Тбилиси-Карс. Это негативно скажется на загруженности всего этого транспортного коридора. Если отношение между двумя странами продолжит портиться, Грузия может полностью закрыть транзит российских товаров через свою территорию. Естественно, это негативно скажется и на экономике Азербайджана. В случае торговой войны Грузия также получит огромные финансовые потери. И это, по принципу сообщающихся сосудов, тоже может негативно сказаться на экономике Азербайджана. Есть, правда, возможности положительных изменений для Баку. А именно российские туристы могут активнее начать ездить в Азербайджан, когда для них закроется Тбилиси. Однако вряд ли эти соображения могут перевесить миротворческий вектор. Азербайджан выступает за стабильность в регионе и, несомненно, приложит все усилия для улучшения отношений между соседями. Его действия могут служить примером того, как проводить независимую политику и в то же время отстаивать собственные интересы. На этой неделе в Баку завершила работу 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь человечество определяет, что в этом мире достойно сохранения и особой заботы. На сессии рассматривалось 35 заявок на включение в список всемирного наследия. Из них 27 культурных и 6 природных. Давайте подробнее остановимся на некоторых из них. Разумеется, для Азербайджана на первом месте древний город Шеки. Этот город расположен на северо-западе Азербайджана, в 370 километрах от Баку, в отрогах гор Большого Кавказа. В центре Шеки, который располагается на древнем Великом Шелковом пути, сохранилось большое количество памятников культуры и архитектуры, крепостные постройки, караван-сарай, храмы и мечети. Ханский дворец, возведенный в XVIII веке, является памятником истории и архитектуры мирового значения. По преданию, при его строительстве не использовано ни одного гвоздя. Большую ценность представляют витражные окна дворца, изготовленные в технике шебеке, владением которой до сих пор славятся местные мастера. Ну а для России большой новостью стало включение в список всемирного наследия памятников древнего Пскова. В современном Ираке частью культурного наследия стали руины древнего города Вавилон. А вот в новом свете, в Америке, то есть, гордятся включением в список ЮНЕСКО редкого животного – калифорнийской морской свиньи. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО решил, что целый район в Мексике находится в опасности и должен получить международную защиту. Он является последним местом на Земле, где обитает находящийся под угрозой исчезновения вид калифорнийской морской свиньи. В 2018 году во всем мире оставалось только 10 особей этого животного. Самое обидное, что эти морские свиньи, вырастающие в длину до полутора метров, на самом деле никому не нужны. На них никогда в жизни не охотились, и они пали жертвой варварской ловли рыбы, которая называется тотуабу. Она обитает только в Мексиканском заливе и пользуется большим спросом в Китае из-за своих лекарственных свойств. В сети, расставленные на эту самую рыбу тотуабу, попадаются и вымирающие морские свиньи. Победить браконьеров до сих пор не удалось, поэтому последняя надежда на ЮНЕСКО. После нескольких лет падения темпов роста в этом году впервые энергетический сектор Азербайджана должен существенно вырасти. По прогнозу Международного валютного фонда это будет довольно большой рост на 2,5%. Дальнейшая бюджетная консолидация поможет сохранить достаточную часть нефтяного дохода для будущих поколений, используя хорошие времена, чтобы создать буфер на черный день, говорится в отчете МВФ. 2019 год действительно выглядит удачным для Азербайджана. Во-первых, в последние годы в связи с колебаниями цен на энергоносители экономика страны страдала. В 2017 году энергетический сектор просел больше, чем на 4%. В прошлом году падения не было, но и рост был очень умеренным. Всего 0,6%. Ну а в этом году ожидается хороший уровень, 2,5%. И во многом это связано с тем, что постепенно вводится в эксплуатацию Южный газовый коридор, который будет перекачивать газ из Азербайджана в Европу. Но нефть и газ это не вся экономика, тем более, что запасы ресурсов по природе своей исчерпаемы. Последние годы Азербайджан стремится перейти на рельсы не нефтяной экономики. Недавние повышения зарплат, пенсий и социальной помощи, а также меры по снижению налогового и долгового бремени, как ожидается, повысит не нефтяной рост до 2,7% в ближайшей перспективе. А это значит, что нефтяные доходы перераспределяются в экономике и делают ее более стабильной. А следующая новость о том, как на практике работает та самая диверсификация экономики, то есть переход на не нефтяные источники дохода. Речь идет о строительстве в Азербайджане собственных фармацевтических заводов, которые будут производить лекарства в сотрудничестве с Россией, Ираном, Белоруссией и Германией. На это обращает внимание издание «Развивающаяся Европа». Заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсивяр Агаев заявил, что строительство двух фармзаводов в партнерстве с иранскими и российскими компаниями планируется завершить уже к концу этого года. В 2018 году производство фармпродукции в Азербайджане составило менее полутора миллионов монатов. В следующем году оно увеличится почти в 30 раз, до почти 140 миллионов. Помимо иранского и российского присутствия Азербайджаном, заинтересованы белорусские инвесторы, которые намерены обеспечить страну онкологическими препаратами. А в следующем году на азербайджанский рынок должны выйти немецкие компании. Целью инвестиций является снижение зависимости фармпромышленности от импорта. Фармацевтическое производство может стать одним из основных направлений диверсификации неэнергетического сектора экономики страны. Ну а у меня на этом все. С вами была программа «Фокуси» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. И увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин